Привет, друзья! Канал Turkish People. Я с вами и с женой, друзья. Сегодня отличный день. Что, жена? Сегодня 14 февраля. И что за день? День влюбленных. Женщины не забывают такой день, день рождения, который когда женател, когда познакомились, когда первые гулять, первые приехать, первые уехать, первые сидеть, первые вставать. Почему бы ничего не забываешь, а? Постоянно мы должны подарок купить. Ну, хотя бы не подарок, а просто внимание. Я вот сегодня приглашаю вас к нам домой на кухню. Вот налила по большой чашке чая. Это тоже турецкий стаканчик. Ты наливал чай, что ждёшь, не знаю, честно говоря. Ну, поговорим с тобой. Мы-то сидим после ужина, чай пьём. Вот у нас есть вкусные турецкие сладости. У нас есть по-турецки слово, если женщина такой мягкий, чай переготовит, соус, мужа вкусно кормлют, 100% будет просить что-то. Вы думаете, я жду подарок на 14 февраля? Не ждёшь? А какой подарок я жду? А мне что-то будет? Не ждёшь? На самом деле, мы как-то уже давно между собой, не то что договорились, так что есть очень много праздников. Есть большие праздники, мы на них дарим подарки. Причём большие подарки мы даже обсуждаем, что вот это хочется, не хочется. Или как бы намекается. Это вот большой подарок, это у нас типа телефона. Издалека намекается. Вот у меня уже кто-то намекает, что вот пойду телефон и посмотрю. У него день рождения-то скоро, через месяц. Вот, это такой намёк. А такие небольшие праздники, вот какие-то памятные даты или ещё что-то. Ну, просто вот знаки внимания. Я не люблю срезанные цветы. Сразу говорю, я много раз-то повторяла, они для меня мёртвые. Я очень люблю живые цветы. Я всё вокруг люблю живое, я вот прям, чтобы оно всё росло. Я люблю цветочки. Цветочки любишь? Поздравляю, поздравляю. Короче, когда она рожал, каждый ребёнку, конечно, цветочки подарили. Но потом я такую мёртвые цветочки не купил, друзья, горшочками. Горшочками такой цветочки. Пусть светить постоянно, я так горшочками люблю. Да, и Иисов уже полюбил. Сначала-то, что только мои цветочки везде были. Сколько цветочки, я выбросил бесполезные цветочки были её, которые никогда свете не давал. Было 2-3 штук, 2-3 штук держал. Каждый год обновляли, там по-другому, по-другому, так, по-красивому. Вот так меняли. И что здесь стоит Москва дома, да? Я их отдала подруге, они там цветут. Да? Вот там было очень-очень красиво цветочки у нас. Но, что? Не про цветочки. Тебе задают вопрос, пишут в комментариях. Иисов, ты почему жене на день рождения золото не подарил? Ты почему жене на Новый год золото не подарил? На 8 марта не подарил. Короче, первых, которые я её подарил, три шкарно золотой ребёнку. Вот. У нас есть три штук золотое, которые... У меня каждые дети золотое, друзья. Когда что ты подарёшь кому-то, да? Карман один у нас. Один карман. Один бюджет. Если это бюджет, большой кусок собираешь, одному подарёшь, на следующем году ожидание огромное будет. Я папа, я должна быть... Ты понимаешь меня, да, жена? Да, да, я тебя понимаю. Сегодня зал спать не надо мне, да? Нормально 40? Я и не ожидаю. На самом деле, вот честно, уже вешать некуда. Не модно носить золото. Вот помните, раньше одевали одно кольцо на каждый палец? Два кольца прямо на каждый палец. У меня реально столько колец есть. Есть у меня разные цепочки, есть у меня браслеты разные. Я её сколько подарил? Один ношу снять не могу. Ну вот, и мама мне дарила, и бабушка моя дарила. Десять пар серёжек у меня есть. Хожу в одних, вот, которые последнюю мама мне подарила, что вот спать в них удобно. Потому что, ну, не модно сейчас вот быть... Потому что одно ребёнку много чего есть, золота не хочу. Что хочешь говорить? Дарил он ещё золотые монеты. Каждому ребёнку золотые монеты. Это, как я делал, друзья, когда мы жили в России, которая, я знаю, постоянно она ждёт подарок, 8 марта, день рабочих, день бухгалтер, день такой, день туда, день сюда, постоянный праздник. Она ждёт постоянно этот подарок. Я что делал? Которые монеты купил, когда приехал в Турцию, которые отдыхали, конца, это отдыхать, сколько денег осталось у меня, монет есть, вот такой туристский. Знаете, Чарик Алтон по-тюристски. Ну, это 25-я проба идёт. Вот такой, я купил постоянно, 5-6 штук, которые, сколько осталось деньги. Что, в деньгах золота, я немножко хитрый, который, когда деньги нужны, вот быстро менять эти. Делишь одно время подарок, если нужно, меняешь в деньгах. Да, но мы так и не поменяли, они у нас лежат. Эти монетки ещё здесь дарят. Идёшь ты, например, кому-то на свадьбу, каким-то родственникам ты можешь подарить эту монетку. Ребёнок у кого-то родился, подарил эту монетку, они потом придут, тебе тоже должны подарить. Ещё браслетики дарят, вот с именами детей у нас тоже есть браслетики, маленькие, вот они лежат. Когда нужен был, друзья, у меня там скрытое место, был дома, туда достаю один штук. День что, бухгалтер, пожалуйста, жена, подарок. День рождения, вот подарок, вот подарок, вот я 5-6 штук купаю. Понимаете, это так, экономик покрутит сам себе семья, которая никуда не идёт, 9-3 тысячи рублей светочки не идёт, понимаете, золото, ооо. Ну, ну, как бы, сейчас просто я даже не вижу смысла в покупке этих денег. Мадам, сейчас я говорю свой хитрости тебе. Раньше не говорил. А сейчас, знаете, сколько денег-то стоит, это дорого. А если обратно отдаёшь, ты всё равно не получишь. Вот, например, вот с камнем кольцо. Они камень достанут, золото взвесит, и всё. А так там дорого-то стоило. Ношу я вот только вот два кольца, это одно обручальное, а другое на помолвку. Здесь вот так вот носят их два вместе. Истамбул купил, да, это тебе? Да, да. Бирленты? Да. У кого здесь в девушек, вот женщины уже, они с возрастом, они не могут носить кольца, если маленькие стали, они на цепочке носят, просто одевают. Юсуф, почему не носишь кольцо? Друзья, кольцо я не люблю. У меня есть большое кольцо, всех узнают, это меня так очень-очень старое кольцо. Это потерял, дома найти не могу. Какая-то карман у меня стоит, очень-очень переживаю, на это не меньше сто лет дедушка подарил, папа подарил, осталось у меня. Надо все карманы посмотреть себе курды. На это сто, сто двадцать летное, надо найти его обязательно. Вот, такое кольцо обручальное у него тоже есть, у нас абсолютно они одинаковые, только это его размер. Был момент, когда у него пальцы были поупитаннее. Я был сто двадцать семь килограмм, друзья. Вот такой был мне. И его раскатали вот там в Москве, и он вроде выносил, а сейчас пальцы похудели, уже давно, кстати, похудели. И у меня работа руками, руками работа, которая везде, рука под сурью, друзья. Там если кольцо есть, как такое золото, неудобно мне, неудобно. Который, большое кольцо, сразу убираю, карман положу. На его очень тяжело, очень-очень тяжело. Да, он только такое кольцо надевает, когда если мы идем кому-то на свадьбу. И я золото понавешиваю, как все там. Она перевезет меня сразу. Одень! Одень быстро! Хочу видеть! А он меня позастегивает, так, это одеваем, это надеваем, вот все, что есть, надеваем, как у всех. И получается, что это какая-то ярмарка тщеславия, вот здесь вот местные свадьбы, все приходят, там же и дарят на свадьбу золото, там одевают это, и все ходят и на себе показывают, вот у меня сколько есть. Да, свой гарантий показывают. Золото гарантий, это женщина читается, и мужчина гарантий, что такое? Что? У нас вот такое, Турция непонятно, которая система, женщина должна быть гарантией золота, и мужчина гарантий, что? Ну, мужчина дома останется. Дома что останется? Все, если смотреть по старым законам. Это старым законам, новым законам мужчина ничего, только пиджак на свидание, все. Если по суду, то 50%, все, что нажито совместно. Не факт, не факт. Да, еще учитывают, кстати, здесь по законам, с кем дети остаются. И еще мужчина будет платить алименты не только детям, но и неработающей бывшей жене. Тогда я тебя платить не буду. А я на работу здесь официально не устроюсь. Нет, нашел о чем поговорить, глупость какая-то. Я тебя не отпущу. Знаете, как долго здесь разводы могут длиться? Не год, не месяц, не два, не три. Могут быть и три года, и пять лет. Одна сторона против, и все. Друзья, у нас уже сколько лет произошло, так что, после 40 лет, что ли, развод? Нет, нет, это не получается. Даже мы друг друга еще-еще крепче-крепче держим, потому что дети, когда растет, дети быстро улетают дома, потом мы остаемся вместе. Во. Ты уже привыкли, я не знаю, как бы. Во, во, во. И потом ты начинаешь вставать, гулять, пойдем, а море пойдем, посмотреть море. Да, мы вчера ходили, во, я вчера, такая у нас была культурная программа, вы сегодня видели на нашем канале, мы ходили и в центре города, и в Понялты успели съездить, у него просто был выходной, воскресенье, от всяких там работ на нашей квартире, я говорю, поехали гулять, поехали гулять, поехали, поехали, и в общем, мы хорошо были. Хотел спать, но давно не был море, честно говоря, друзья, радужка, море живом, который редко я поеду в море. Если у меня какая-то, какая-нибудь дала, коннялта, если, если есть у меня что-то приглашение туда, я так редко поеду, потому что, что, у меня уже там, в данный момент, очень-очень занять, очень занять, везде успеваю, там, квартира дала не закончится, сегодня, ради бога, что закончилось, уборка, уборка туда-сюда, стеклян на балкон будем ждать. Вот, на следующем неделе ничего не остается, ничего. А мебель? Мебель. А мебель, а декор? В общем, мы купили себе квартиру, купили себе вот большое удовольствие заниматься этой квартирой. Сегодня соседка, соседка говорят, которые, а что вы делишь уже три месяца, что вы делишь, что, когда будете жить, у меня скучно здесь, когда переезжаешь, Иисуф? Туда-сюда спросили, это бабушка, я говорю, скоро, 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 скоро перейду. Она говорит, приезжай уже, везде уже делано, везде, мебель купил мне, говорит, я сказал, нет. Она говорит, у меня там мебель, половинка, бери, я одна живу, если денег не хватать, я сказал, спасибо большое. Посмотрим, какая мебель тебе. Вот, пошутил бабушкам, немножко так поговорили. А пусть нас кусти приглашает, мы к ней тоже посходим. Сладостей купим вкусных. Туда? Бабушка? Да. Она так говорит, так говорит, солидно говорит. А ты будешь с ней разговаривать. Да, ее так солидно говорит ни с кем, она меня так в прошлом неделе завтраком покормила, она что покушает, завтрак не представляешь, мадам. грецкий орех, фундук, мьё, настоящий оливковое масло, настоящий оливки, настоящий сыр, соц, сам дел на. Это ты оливки от нее принес, целые? Нет, 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 это меня других подарили, которые, я бабушку ничего не беру, я еще задаю бабушке, которые, у меня друг, который, Серик, стеклянный балкон, который делал Ариф, на его папа давал мне, познакомились просто, у них балкон я видел, просто, они умеют, как бы, переготовить, они умеют, вот, ты попробовал это? Я не люблю зеленые, я люблю зеленые. Ты один раз попробуй, как это слива, зеленая слива, курт, 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 курт. Ой, тем более не люблю. Я сливы люблю зрелые. Ты беременна не осталась, что ли? У нас в Турции кто-то беременна остается, зеленая слива, которая, курт, 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 как арбуз. Нет, нет, нет. Интересная женщина. Я рациональная, вот, правильно будет слово про меня, я не хочу пустые траты делать, я не хочу какие-то вот глупости совершать. Если все, что мы делаем, это вот такие вот взвешенные шаги, даже что мы покупаем, это у нас все настолько взвешено, да, мы какие-то, ну, естественно, позволяем себе на мелочь, мы не считаем, кто там что купил. Друзья, время быстро летает, летает, уже не уходит время, летает. Дети, вчера был маленький, сегодня в росте большой осталось. Конечно, мы родители, так, кроме подарок, надо, будешь, надо вложить, будешь, дети, будешь, и там, что-то еще купить, что-то еще делать. Вот, я знаю, очень много людей будет писать, что Иисус подарил, что, ничего не подарил, друзья. Ну, цветочки, мои любимые. Во! Мои любимые цветочки, маленький-маленький горшочек. Вот. Я, он смотрел то видео в Тахтакале, когда я ходила с детьми, говорю, ой, какие новые цветочки появились. Наверное, Иисус мимо пройти не сможет, точно. Он именно их и купил. Да, друзья, просто, если золото, золото Иисус есть, который ее подарил, много-много золота, много, еще не трогал ничего. У меня такой характер, что-то купаю, продавать никак, у меня нет. Вот этот характер у меня нет. Если продаю, неделю уже глава в свой место не перейдет, честно говоря. Помнишь, наши машины, линия был. Я продал, неделю так гулял. Ха-ха-ха-ха-ха. Как пьяный, честно говорю. У меня не характер, это, но я много чего подарил, который у нас дома, посуду, там, тарельки, сои есть. Да все есть, все, что нужно покупать, мы покупаем. Раз, три раз больше есть, друзья, что подарить? Одежда, моя одежда, которую я в отеке купаю, она себя купает. Отличное место. У меня, я, я не такой, я не такой, когда мы жили, Россия, зима, иногда я приехал, Турция, купил вещи. Тогда, да, надо, была жена купить, дети купить. А сейчас, зачем мне? Пусть они идет, магазин, вот, прямо, дороги у нас там, есть магазины, три аутлет-магазинисты, иди купи себе, что надо. Просто, да, денег, и сои есть, нету? Да, и не пошли мы в ресторан, ну, потому что, потому что мы и дом нормально, и честно, времени нету. Просто физически времени не хватает, на некоторые такие моменты, и наоборот, когда ты вот что-то ждешь, вот, оно тебе случается, и ты вот радуешься, вот мы вчера так погуляли хорошо, и сегодня уже не хочется. Школа, завтра будет. Алкоголь, который ресторан есть, и поедем, алкоголь я не пью, алкоголь даже, запах меня не нравится, я не пью, только курю, один сигарет мне, а что? Один кусок, мясо даст, три часа сиди туда, люблю тебя, жена, привет. И дальше что? Дальше обратно приезжаешь, дети, дети дома, мама, что, мама, с чем кормил? Я не такой, если покушать, друзья, совместе надо идти, совместе покушать, если не надо, если два, я это против, я это против. Иногда Андрей я возьму, который с тобой кушать, поедем. если четыре дня семья кормлю вкусно, когда Андрей успевает вечером в школах, которые я его отдельно кормлю вкусно. Ну, иногда бывает, мы с ним вместе прогуляемся, просто чай попьем, там где-то посидим, просто поговорим. И то мы, это обычно по делу, мы куда-то шли, и потом, ой, давай зайдем вместе, посидим, поговорим, даже на часы не смотрим, вот у нас два стакана чая, попили и пошли мы дальше. Друзья, если опознаем дома, который дома, я так почитаю, если 8 часов, в один час приготовить, 9 часов, когда покушать, когда спать, понимаете? Поэтому на улицу покушать, приехать дома, очень-очень короче, ничего не надо делить, еще посуду убирать, там мыть, забирать, убирать. И в Турции это вообще норма, что здесь едят, на улице ходят кафе. Сама семья, получается 120, 150 лера, давай 150 лера, у нас сколько получается, в рублях? Да, 1000 рублей, 1000 рублей, друзья, это небольшой суммой, даже меньше, 800. 800 рублей. 14 февраля мы просто вот встретили так, он утром мне сказал, жена, тебе 14 февраля, я говорю, знаю, и тебя, мой дорогой, поздравляю, что я есть у тебя. Мы уже не молодые, друзья, короче говоря, мы не молодые, которые день влюбленных, которые, молодых людей, которые еще, еще, дети не осталось, которые женат, ушел там, замуж шел там, пара осталась, которые таких людей, у нас еще серединка любовь, серединка. Я тебе раньше открыточки писала. Писал? Да, ты мне сердечко дарил, помнишь? Да, вот такой, и конфеты были в форме сердца. Пожалуйста, жена. А я здесь таких не нашла, кстати. Угощу. Помнишь, вишня была такая вот? Угощу, есть, жена. Спасибо. Вот сладость для тебя. Спасибо. Вкусные, кстати. Вкусные. Они все время новые-новые придумывают. Вот. Ой, покажу, там внутри варенье. Держи. Я не хочу жена. Я не хочу жена. Ну, тогда маленький. Здесь сейчас что-то спрашиваешь мне, я не хочу жена. Больший или маленький? Не, не хочу жена. Ну, тогда я не буду. Хорошо, молодец. Не ешь, на завтра будем есть. Ты думаешь, что лежит? Вот такая ситуация, друзья, у нас там. Сейчас не обещаем друг на друга ничего. Обидеться уже нету. Мы взрослые люди. Обидеться зачем? Зачем? Который подарок есть, не обидеться. Подарок нет, обидеться. Я не хочу просто пустое деньги тратить, пустое. Лучше держи деньги, иди семьями. Отпуск. Да, да, да. Да, пусть деньги туда идут. Будешь отдыхать минимально. И все вместе. Да, меня тоже очень радостно, когда мы все вместе, а не вот мы только вдвоем, а голова все равно болит. А что же там делают дети? А когда вместе, это даже здорово, приятно. Когда дети идут, мы там остаемся, потом внуки будем переживать. Вот, я знаю. Кажется, что так далеко это? Не знаю, не знаю. Далеко, недалеко не знаю, но надо. Вот, продолжать, жизни, друзья. у нас такая семья, мы вот так. что если действительно нужно. А если я поняла, что это неправильно, я была не права. Ну, не права, не права, я даже могу извиниться. Один раз ты спорил со мной за 10 тысяч рублей, помнишь? Не помню. Кто, Петериал? А я не помню. 10 тысяч Петериал, не помнишь? Не, не помню. 10 тысяч рублей я выиграл, друзья. Не помню, не помню. Я в Москву поминаю тебя, поминаю. Не помню. Отлично помню. Я теперь на деньги не спорю. Да, отлично помню. Потому что какая разница, что из левого кармана переложили в правый. Питрая женщина, да. 10 тысяч Петериал, потом меня заказал, сколько, сколько, сколько продуктов, сколько покупать. Вот даже не хватало этого. Соли перемешаю. Вот такой день, друзья. Отлично. Вам тоже всем желаем любви, благополучия, чтоб у вас всё было хорошо. Конечно, здоровья в первую очередь, ну и здоровья, чтобы было у всей вашей семьи, и вам всё было хорошо. Радость, не только подарок ищите, друзья. Радость, это... Хорошие отношения. Если видите друг на друга лицо, должна быть начинать радость. который утром, да, проснуешь. Если мужа видишь, влюбается, влюбается, придёт твое лицо, это радость. Если муж тебя против, влюбается, это радость. Это самый большой подарок. Самый большой подарок. Если за временем любовь, тогда жди, что хочешь. Но если женат, который с детьми, если... Есть такой жизни, реакцию, да, реакцию жизни, которую надо продолжать, что продолжать, дети надо, туда-сюда надо, надо, надо продолжать. И тогда просто радостно улыбается, которое уважание вы ищете друг на друга. Недорогая подарок. Недорогая подарок. Вот кто-то подарит вот такой последний айфон, машин, там такой-то... Ну, если у кого-то, не знаю... Это смешно. Миллиарды есть. Миллиард, это другое ситуация. Это у него как песчинка. Нет. А если это в кредит покупают и дарят, вот купил в кредит... Это вообще дурак. Я не понимаю, честно. Это вообще дурак. Бесполезно, который кредит возьмет, который телефон купает, самая последняя. Пожалуйста, жена, это тебя, рука вот так сысует. Вот в кредит я буду платить. Такие люди, которые непонятно вообще. Да, это же... Кредит платить-то будет он, это же и семье отнимается. Вот. И потом жена идет... Дай телефон обратно, пожалуйста. Обратно дам туда. Нет. Я вообще про телефон-то я не понимаю покупки дорогого телефона в кредит, потому что есть у нас знакомый, купил телефон в кредит дорогой и был у себя на даче, наклонился и у него из кармана упал в колодец. Вот. Отличный человек. Выловил, ведром выловил его, сдал в ремонт, еще много денег за ремонт заплатил, телефон плохо работал и кредиты... Есть и дорогой подарок, который... Я показывать не буду это. Я... Нет, я не такой. Я не могу показывать. Это телефон, человек свой, лишняя, лишняя вещь уже. Раньше была люкс, и был телефон. раньше. А сейчас нужна вещь. Нужна вещь. Себя купаю, нужна вещь. И зачем меня так показывают, а у меня какая есть, посмотрите, посмотрите. Я это не понимаю. Честно говоря, я не понимаю. Это не машин. Машин тоже нужна вещь. Да? Это не машин. Человек есть такой, купают, постоянно рекламируют, это смешно, непонятно, друзья, которые, если подарок издаешь, семья надо отдавать, общая, общая семья, который, это телефон моё, машин всех, квартира купаю, сласех, вот. Духи, это для тебя, например, на день рождения, на 8 марта, вот только это парфюм приятный. Берите, те дуранс, которые, мыло красиво, вкусно пахнет, мыло, которые, вот, не такой дороговато, не такой, который красиво. Ну, просто чувствуешь запах и сразу вспоминаешь, вот мне муж привёз, вот муж мне из Египта привёз духи, они, вот у меня тут закончился флакончик, а у меня новый налила. Вот. Просто я вспоминаю, вот муж обо мне думал, когда ты покупал, и сказал для меня. Деньги не важно, сколько деньги давал, не важно, я хочу сегодня, пусть так пахнет. Я люблю этот запах, я подарил свой жена, жена уважает, помазает, там придётся рядом сидеть. Я радостный это. Это, вот, подарок это, подарок небольшой телефона, небольшой, который, не машине. как объяснить ещё? Ну, это наше такое отношение, у вас, возможно, другое, как бы мы не спорим об этом. Наше отношение к жизни вот так. И мы нашли друг друга, вот скажут, о, вы такие жадные, экономные, можете так называть. Ну, у нас всё есть, нужная вещь покупается. Если такое не было бы, у нас новая квартира не была бы, мы в Турции не жили бы. Вот если такое было бы, Турции не жил бы. Вот такой со вещь не было бы. Понимаешь это? Надо это держать. У нас есть слово, один рука что есть, а второй руку звук есть. Два человека, если вот так держит семья, самое важное это, два человека, два руку. Если держишь вот такой крепкий. Если один на пара, один человек держит, однажды это порвётся. однажды это бросает. Со, семья не остаётся, потом сиди. Давай. О, вот так вот, крепко. О, о, вот. Друзья, ещё раз там, эстетически я посмотрю, которые у нас, люди просто смотрят, не подписываются канал. Это тоже непонятно, честно говоря. Канал Папа Юсуф, который 73% народ не подписан. Представляете, только 27%, только 27% подписаны на канал. Туркиш Пепл тоже так же, тоже так же. Подписывайтесь на канал. Люди очень много вопросов сдают, которые, пожалуйста, снимайте туда-сюда, вот так, уже снимали, уже мы показывали, такую улицу показывали, такую еду приготовили, такой закон уже рассказывали. Там всё уже объяснение. Перемой Афер тоже делал ещё такой вопрос. Подписывайтесь на канал, который, не пропустите вашей хорошей информации. Не говорите, мы, при чём Турьевский закон, при чём Турьевский, таковая, дала закон, туда-сюда, не говорите. Однажды, если не вы, ваши родители, ваш брат, ваша сестра, ваши знакомые приезжают, вот попадёт такая проблема, можно прийти, придить, можно так объяснить, говорить. Я это всегда говорю, народ меня не слушает. Есть ли, которые полезные видео, да, снимают полезные информации, полезные такой, люди это мало-мало смотрят. Если куда-то сижу, что-то покушаю, да, просматриваю, я сам не могу верить. Честно говоря, друзья, подписывайтесь на канал, поставьте лайк, которые ваши вопросы, под видео пишите. Обычные мы, которые куда мы ездим, которые, какой-то мастер-работу сдаём, вот под видео, которые, я локацию у них, и телефон номер выставляю. У нас инстаграм тоже есть, друзья, инстаграм, задавайте ваши вопросы. Ну вот смотрите, говорите, что я очень много разговариваю. Вот. Стал много-много говорить. Выучил тебя, выучил тебя, ты меня выучил. Да, вот эта семья и заключается в том, что люди привыкают друг к другу, обмениваются привычками друг с другом и становятся похожими. Всем спасибо большое, друзья. Всем пока. До свидания. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok